Всем большой привет! Сегодня я решила быть в кадре. Сто лет я не была в кадре. На самом деле из кадра выгоняют сами подписчики, когда начинают делать такие, знаете, комплименты, что в кадр потом очень долго не хочется идти. Но сегодня я решила что-то разнообразить. На улице так слякостно, грязно, снег с дождем, мокро, холодно. И я решила, что надо побыть с вами вместе, пообщаться и просто как поболтать немножко. Долго думала, какую тему взять, потому что девчонки постоянно пишут в личку, что Свет, когда новый ролик? А снимать нечего, если честно. Сейчас покупок мало. Влоги редко получается снимать. А вот что-то такое интересное, ну, надо тоже темы иметь, чтобы о них рассказывать или что-то показывать. Но я решила показать парфюмы. Парфюмы на следующий месяц. Также показать тот макияж, который на мне сегодня. Сегодня последний день октября. И косметику я использовала за прошлый месяц. И сегодня спокойно уже убрала октябрьскую косметичку. Ту, которую я вам показала, я собрала на ноябрь. Я выложила на ворот перед собой. И у меня два варианта ролика получилось. Первый. Я хочу все помады с ноябрьской косметички попробовать на себе. И вы мне скажете, что мне идет. Ну и также на ноябрь я не показала парфюмы. И надо бы это тоже сделать. Хотя тут тоже такая загвоздка получилась. Парфюмы я практически оставила октябрьские, потому что многими не пользовалась. Добавила совсем чуть-чуть, два-три флакончика. Ну, в общем, я, наверное, сниму два этих ролика. А вы мне скажете, нужны они или нет. На канале интересны они или нет. Так, о новостях моей внешности. Многие меня просят отрастить челку. Я пробую это сделать. Вообще, я всю жизнь ходила с челкой, чтобы она была вот так. Ну, как бы вот так стоячком стояла. Ну, многие девочки пишут, что Света, тебе без челки хорошо. Давай попробуй хотя бы. А потом мы посмотрим, идет тебе уже это или не идет. Ну, в общем, смотрите. Будет она так расти. Сейчас она у меня такой не то, не седленно. Когда лезет в глаза, всегда мешает. Начинаешь делать куда-то сюда на ободок. А после ободка получается еще и граница. Ну, в общем, ерунда какая-то. Вот. Макияж. Макияж я делала с палеткой Эльф. Книжечка у меня такая, бук. Я с собой не взяла косметику. Но вот мне очень понравились вот эти вот тени, я которые использую как базу. Одни у меня от Арифлейм светлые, такие перламутровые, кремовые. А вторые Мейбелин, да? Ну, в общем, колор тату. И, как я заметила, когда на них любые даже матовые тени сверху накладываешь, делая макияж, то вот этот перламутр у кремовых теней, он делает макияж более яркий. Я сегодня... Ну, вот жалко, я вчера не снимала, конечно. Даже фотографию не сделала. Я вчера делала без базы, без этой кремовой макияж. Точно такие же тени использовала. К вечеру стали они бледненькие, и макияж такой светленький совсем стал. А сегодня он такой яркий смотрится. То есть, вот большая разница, что без базы, что на базу, и что на базу перламутровой, вот в виде этих теней кремовых, блестящих. Давайте я поближе приближу себя. Чтобы тени показать. Так, на подглазины не смотреть. А то меня стали ругать постоянно, что у меня подглазины, морщинки. Ну, все мы когда-нибудь станем другого возраста, старше своих сегодняшних лет. И это неизбежность. Вообще, вот девочки-блогеры, которые являются в определенном возрасте, но постарше, чем 25, у них, если даже и есть наличие синяков, это все прячет освещение. Когда у меня будут две большие лампы, которые там лучше всякой косметики будут убирать, может быть, какие-то подглазины, какие-то возрастные, может быть, изменения на лице, будет, конечно, красивее. И можно даже снимать макияжи при таком освещении. То, что у меня дневное освещение, там от электричества падает сверху тень, и даже то, чего нет, оно усиливается. Вот. Но, тем не менее, это так. Ну, давайте. Я сейчас что-то такую болталку устроила, что уже можно заканчивать. Я еще ничего не показала. Парфюмы. Парфюмы, которые я оставляю с прошлого месяца. Я просто обожаю вот эти вот два флакона. Первый. Это Шога Бэби. Вот такие кексики. Их всего три варианта. Один кекс шоколадный. По-моему, Чоку. Второй вот этот. Ями. В общем, давайте я вот так покажу. А то я сейчас нет, не покажу. Ну, не знаю, видно вам. А, вот. Вот здесь видно. Вот здесь написано. Такой и, по-моему, черри. Третий. Вишневый. Это очень-очень приятные такие девчачки. Ароматы. Они подходят как в 15 лет, так и в 60. Если вы любите сладкие такие фруктовые кондитерские ароматы. Кто-то сейчас скажет, да ты что? Разве можно после 20 фруктами пользоваться? Можно. И перламутром можно. И фруктами можно. Все, что вам нравится и вам идет, можно пользоваться и в 60 и в 80. Если это уместно и если это вам идет. У меня, например, есть одна знакомая. Ей 91 год. Она пользуется розовыми нежными перламутровыми помадами. Вы знаете, какая она красавица? Это настолько красивая женщина в 90 лет. Я не могу вам фотографию показать, потому что она не дастся. Но это действительно обаятельнейший человек. И ей идет косметика. Чуть-чуть, немножко. Но это так освежает и молодит. Но тем не менее, это я к тому, что девочки, которые себя делают критиков, не надо критиковать. Вы не критики, потому что у вас нет такого образования. Ну и не судьи тем более. А если это так, то вы критикуйте там где-то уместно. Мы у себя дома, мы что хотим, то и носим. Что хотим, то и показываем. Но если действительно там плохо или не идет, можно тактично об этом сказать. Ну в общем, вот этот вот аромат. Вкусный-привкусный я оставляю. К сожалению, тут не видно, сколько осталось. Вот это очень плохо. Оно где-то тут на донышке болтается. Но я знаю, где они продаются. Я последний раз делала заказ на Белорис. Интернет-магазин Белорис. И там все три кекса есть. Они очень дешевые. 300 с чем-то рублей. Поэтому будет заканчиваться. Я там куплю еще. Второй аромат, который, наверное, я пока он не кончится, так и буду добивать. Это Femme Eclat. Это от Ariflame. Приятный. Это такая классика женского парфюма. Здесь цветы, мне кажется, какой-то есть приятный фрукт. Это очень хороший аромат. Тут сладость. Она больше цветочная, нежели фруктовая. Она очень-очень приятная. Она делает тепло. Даже в холод. Дальше оставляю вот этот аромат Viva Lavita в 30 мл упаковочке. Что хорошо в этом аромате? Вообще, Avon молодцы. Faberlic, например, они тоже сделали ароматы парфюмированные в 30 мл. Но они сделали туалетными обводами их. А тут Avon оставляет парфюм. То есть, просто упаковка меньше. Viva Lavita для меня это любовь. Это аромат лета, весны, осени и зимы. Даже больше лета... Степа просится ко мне. Слышит, что я здесь разговариваю и под дверью сидит, плачет. Это даже больше летний, весенний и теплая осень. Но вот я его оставила, потому что дома тепло. И для меня это хороший аромат. И подойдет он на сейчас. Так как я больше нахожусь сейчас дома, потому что у меня рабочее место дома. Я шью игрушки. То много ароматов именно для дома я оставила. Еще одна вот такая малышка. Это подарок. Их было в упаковке 3 штучки. У меня одна уже ушла в пустые баночки. Вот второй такой. А третий, желтое наполнение, сам парфюмчик желтенький. А этот, который закончился, были розовые. Поэтому у них такая сладость компотная, приятная. И как домашний аромат, он очень мне нравится. Здесь даже есть какая-то кислинка. Какая-то свежесть. Не знаю, как описать. Но я думаю, если покупать целый набор... Где же он продавался-то? На Озоне, мне кажется, такие ароматы в наборах были. Дальше. С прошлого месяца остается вот этот перчик. Это Paradise Paradise от Ariflame. Смотрите, как мало осталось. На самом деле, у меня его облюбовала моя мама. Она им активнее пользуется, чем я. Я больше этот перчик люблю на улицу. А она дома использует. Благородный такой. Многие девчонки говорят, что только перцем пахнет. Я... Ну да, перец слышится. Но он в цветах. Он как бы так усиливает, немножко утяжеляет цветочки. И для меня в мороз, вот в прохладу, когда ветер такой холодненький, этот аромат интересно раскрывается на улице. Мне нравится. Следующее. Это то, что я сегодня на себя нанесла. Avon Life от Kinzo. Вот его снежинка. Красивая, прекрасивая. Ай-яй-яй. Это очень благородный женственный аромат. Я не знаю, нравится ли он молоденьким девочкам. Тут трудно оценить. Но для кого-то он может быть, кажется, тяжелым. Для меня это парфюм, который на все случаи жизни для женщин деловых. Ну не знаю, почему-то вот так ассоциируется. А я женщина деловая. Я такая деловая колбаса. Все дела без меня и мимо меня не проходят. Дальше. Закончился у меня In Bloom. Я достала сердце. Ой, сердце у меня отвалилось. Давайте его обратно повесим. Вы знаете, вот этот аромат, к сожалению, Avon тоже, по-моему, убрал. Я его не вижу в каталогах, но он очень приятный. Это такой тоже классический цветочный, приятный аромат у Avon был. Мне жалко, что они выводят такие ароматы. Но хотя у них очень много нового в каталогах появляется. И очень похожие они на то, что выводится. Бывает, знаете, как круговорот ароматов в каталоге. Что вроде бы одно вывели, а потом что-то подобное появилось. Следующий аромат, который я в этот месяц беру, это Incadensens. Тоже 30 мл. Большие нет смысла покупать, потому что у меня запасы большие. Многие об этом знают. И поэтому вот такие мини-версии для меня идеальны. Он почти целый. Я им только начинаю пользоваться. Я думаю, зимой он будет у меня не один месяц в косметичке, в ароматной. Кто бы кота пустил, так и будет орать. Это цветочный, такой сладкий, приятный цветочный аромат. Это классика Avon. Ему много лет. И есть любители, которые женщины только его покупают. И прямо в 10 лет пользуются только этим ароматом. Мне сложно пользоваться только одним. Спроси меня, какой у меня самый любимый. Я сразу 10 назову. Так, и еще два аромата, которые я сейчас покажу. Первый. Это Instinct Forbidden. У меня нет первой версии. Вообще они уже оба вышли из каталога. Вот так у меня болтается такое количество. Тут сладость. Тут приятная сладость, но она не компотная, а немножечко такая с цветами тяжеленькая чуть-чуть. Или насыщенная как-то так. Я люблю на шарфиках на улицу. Даже побольше полить, чтобы от меня какой-то сладостью веяло. Нравится. Вот это очень нравится аромат. У кого они есть в запасах, это было бы здорово. Пользуйтесь. Классные. И последний аромат, который я выбрала в этом месяце. Не буду читать название, я каждый раз его путаю. Хотя в Фаберлике это название на русском языке написано, но я забываю каждый раз. Вот так вот оно выглядит. Этот аромат, он не похож ни на один другой. Он вообще какой-то особенный. Когда я с ним познакомилась только, мне показался он очень-очень тяжелым и каким-то бабушкиным. Прямо вот старинным, там, с советских времен. Ощущение, что прям вот этот флакончик с тех времен и стоит. Но на самом деле этот аромат влюбляет в себя со временем. Молоденькую девочку, наверное, не влюбит, а девочку постарше может влюбить в себя. К нему надо привыкать. Если вы, как я, всеядная в ароматах, то есть можете начинать дружить с каким-то, то при частом использовании этого аромата можно в него влюбиться. Я взяла его повторно. У меня было 15 мл и закончился. Но вот я говорила вам, что если Эйвен делает парфюмы мини-версии, то это туалетная вода вот от этого парфюма. То есть есть парфюм, а это туалетная вода. У меня был парфюм, но сейчас буду пользоваться туалетной водой. Аромат идентичный. Что был парфюм, что туалетная вода. Не знаю, как по стойкости. Я буду первый месяц его использовать. Вот такие у меня оказались парфюмчики на этот месяц. Естественно, я сказала вам то, что с прошлого месяца кое-что еще осталось. Я уже не стала собирать. Так показала основные, какие я хотела бы точно использовать. Ну и, наверное, в следующем ролике я буду с вами красить губы. Вот эти. А сейчас я прощаюсь. Всем до новых встреч и всем пока.